они работают фирменную я решила еще раз рискнуть может кто-то все-таки придет еще к нам да не на 100 раз набиралась долго на 1000 человек набралось может сейчас тоже кто-то сидит в инстаграме только не знаю теперь вообще с того аккаунта можно что-то делать или нет или можно было тупо с этого выходить не знаю почему не так удобно в этой падут на этой подушечки еще посмотрим если не будет набираться попробовать это с того рассвета тоже трогать не будем может тогда просто фортану один воскресенье был добрая дочь и вот ты супер вот уже суп ну вот как то так сколько людей посмотрим сидит инстаграм обидно досадно слушать вернулась короче в москву могу сказать только одно что-то здесь очень холодно да что челка ой да у меня вся голова такая волосы вообще такой короткие мало наверное сидит на стену на воскресенье поэтому тысячи человек сидит но внешне приходит оповещение не просто не работаете на том аккаунте что у меня на голове слушайте ну сейчас посмотрим тогда какую челку отстегла же все отвалилось тогда тоже долго заходил народ нового зашло тысячи было правда что вы не развелись нас просто не развели но мы не вместе и вместе мы не будем так что не переживай сейчас у всех приходит уведомление и не знак у вас не приходит у меня приходит у всех кто мне в инстаграме сидит все время приходит уведомление что человек сидит это вообще с чего вы взяли я даже не знаю потому что мне вчера тоже девочка писала у меня все приходит все сидят и сейчас девочки вышли все все приходят пришло оповещение у вас приходит по счету к у кого-то сидит в инстаграме мне 31 год как тебе идет таков туда спасибо это такой домашний стайл я видите думая что съесть вот на самом деле приготовила баранину на своей классный супер супер классный грильницы но мыть потому-то грильницы это был полный пипец нет и делать на пластику у меня толстый нос вот скажи что еще не купил кстати так много купила я много всего купила я заполняю я не хочу забирать отъезжую сумму и все вот эти котики тарочек ну такой тепленький такой миленький знаете как будто я из 90 до помните американские фильмы там как раз мне кажется таких 90 в америке до носили такие свитера где-нибудь уютненького тепло в доме с носочками все теперь в отпуск не собираешься я должна собираться в отпуск если только приехала мне два месяца не было покажи пожалуйста покупки по покупке честно такая что я хотелось покушать и приготовить хотя спала бы поела и десерты но очень кстати ну видите долго так все заходит потому что люди покупки это я вчера купила симпатичный свитер кстати такой с юбочкой но вы видели в stories его если вы подписаны на мой второй аккаунт вот это же красивый свитер я водолей я купил этот голубой костюм шикарный вы видели его он шикарный платье конечно которое было с пальто вот это платье и не знаю видели вы его или нет вот вот это и черное завтра поеду заберу так как его не было в этом магазине она только не только вышли в эфир почему медленно приходит заходит сейчас покажу еще так она пальто это взяла но за черным платьем нужно завтра поехать мне уже его отложили пальто прям кстати очень хорошего качества она не такой дорогой на всего стоит там тысяч шестнадцать семнадцать ну очень хорошее качество 8 процентов 6 20 процентов не помню чего но это специально добавляют чтобы она не каталась мне очень понравилось кстати я такую куртку кожаную хорошую померила там но я думаю насчет нее вот какие сейчас косухи в моде вот я померила косуху она такая найти вот такого цвета какой-то коричневый и фитр который сейчас на мне это обычная че дэмутик было штанишки тому такой и дома ходить мне очень нравится такая сейчас очень как вам сказать уютная одежда и чтобы она была мягкая вот эти штанишки посмотрите они такие мягенькие такой же костюмчики всех купила уже как бабушка платье конечно кара сегодня дело понимаю как красиво в платьях и черное завтра заберу на шикарно сейчас сижу туфли чтобы понимали на заказово вот куртку я привезла купила на бали на такая стоячая с кусочков питона вот такой цвет мне очень нравится здесь и серый и вот бренд который сегодня я одевала ой так он называется сейчас я зайду я хотела по магазинам да мне кто-то снял спрашивал этот хороший красиво него выбиты видите как хорошо рукава красиво вот голубой костюм вообще шикарно знаете когда вот вещь висит а потом ты надеваешь она вот лизь как лицетые подруги плохо про тебя говорят мне кажется если про вас кто-то плохо говорит то значит это не ваши подруги они никогда ими не были потому что я как вы видите и никогда никого плохо не говорю мне просто как бы если они перестают общаться с людьми значит на это есть причина мне не хочется зачем плохо говорите почему не общаешься на так покажу обувь не нет обуви так чисто дома да у меня дома чисто это одна живу у меня всегда чисто даже не поверите я кушаю все за собой сразу бираю баранину сделать пальто малина фэш а я обожаю девчонок и от них никогда не хочу уходить с ней папа моего напоили кофейком вот вообще атмосфера очень крутая и считаю что у них классные вещи платье тоже мне нравится привет приветик честно сказать не знаю насколько я вернулась а викусь привет не знаю ну как бы москве тусить точно постоянно постоянно не собираюсь да спасибо ты дочку кормила грудью ну недолго честно скажу недолго у меня умерла бабушка когда я вышла с роддома на следующий день после того как я родила мне умерла бабушка и мое молоко стало перегорать поэтому я сразу подкармливаю сейчас возьму блеск у меня здесь очень сух сохнут кстати просто нереально безумно руки зацепить у кого тебе такое вроде как не со зла неприятно слышать человек который раньше поддерживал так бывает слушайте так бывает но не обращайте внимание не все люди иногда умны и ну или в какой-то момент у них может здесь сидеть на левом плече демон который говорит скажи гадость скажи гадость просто не надо обращать внимание все у нас у всех бываешь думаете у меня не бывает может тебя просто выбесить человек ну просто надоели вы ему я не знаю хотя бы его любите но просто вы можете что-то сказать ему такое гаденькая все люди разные неважно уже насколько человек не хочешь увидеться ой не знаю не знаю слушай я завтра иду короче укалывать глаза потому что вот я же говорю когда уже смогу ходить без фильтра вот мне даже сегодня снимали я не могу смотреть на эти глаза завтра я иду к врачу иду женщине который уже занимается на 13 лет косметолог вот мне посоветовали потому что сказали что глаза убирать переделать это очень тяжело и я очень хочу чтобы мне наконец-таки брали хрень под глазами девочки свитер такой нежный девочки ай че дэм стоит вообще копейки причем сравнительно да тут свитер тоже красивый а то просто стоят 15 этот полторы просто ну это тоже миленький мне глаза им будут рассасывать мне сказать что рассасывать это вообще очень больно ты лизочка психологами помогать ли психологи в любовных отношениях мнения мне кажется только сам себе человек может помочь но если вы прислушивайтесь но к людям вообще это неважно это должен быть психолог человек которого вы действительно вещь что ну и считаете его мнение важно для вас это что он вам поможет тогда да убирала брови лазером до убирала брови это очень больно это очень больно да и волосы помыло мне нравится но я зато поеду к девочкам буду подстригать потому что у меня сзади если вы видели как у меня короче сзади чем челка я сегодня когда мерила одежду увидел сзади зеркало просто обалдела я не буду пока красавиа точно потому что так ужасно смотрится посмотрите не короткие мне все это не нравится вот так постригу завтра мне очень нравится длинный волос но когда вот сзади вот такая но это ужас такое чувство что мне теперь хочется хоть не хочется тех они только в кепке что мне сожгли так сильно волосы и даже хвост нормально делать не могу с этим какие короткие волосинки у нас какой-то мастеров знаете руки и жопы растут они называются мы мастерами топовыми мастерами у нас дофига в москве мастера по волосам хирурги косметологи потом ходили мне такое чувство что кто мне писал тебя чуть лазили ну что реально ну как можно было глаза живот сегодня мерил одежду но это просто уже что мне животом творится до волосы испортила волос конкретно испортила ну ничего отрасту что поделать жизнь такого клана я у тебя у меня были шикарный волос моя челка именно так вспоминать приходится моя челка была вот такая когда это было и уже не помню мама мия ты мне с глазами без одинаково с глазами то с какими у меня мешки под глазами прям синяки вот синева . сильная а что животом живот стоишь когда ничего когда вот так сидишь вот куски такие но как свисает вот куски остались это плоский живот чтобы понимали как мы все сказали должен быть живот и курит и до кота и сипа у неё пресс как у многих только вообще принципе а здесь только ну короче он не очень упруги еще блеск крутой да маша зала словит от тебе заблокируем ашку за словит а тебе ой я не знаю мне вообще все равно кто вам не говорит зачем вы мне говорить и почему должна блокировать машу и никого блокируйтесь в россии не общаясь с этими людьми не интересно что они говорят если вы думаете что и я буду до такого уровня опускаться там не не интересны люди кто там еще про меня говорит да вообще дает абсолютно личное дело мне это не интересно я в москве на я в москве мои хорошие так тебе обещаю что живут сразу после операции будет тонущий но он должен быть плоским и в тонущий конечно такого не должно было быть эффекта я ничего не могу сказать на врачка что я первый такой человек у него нет это не вчерашняя помада это блеск блеск гигиеничка в ралли за в эфире девочки тут эфир не работают на здесь больше людей потом больше придет все равно чем там ну завтра посмотрим не гадайте насчет нас мэрия как бы вот мария люблю и что сказать что сказать что сказать вот вы ругались мы вообще не из-за этого все время вас догадки какие-то странные просто люди пристали общаться что будешь делать животок почти но я надеюсь что я похудею сейчас мы с вами проведем просто я думаю когда это сделать и должна быть находиться дома чтобы сидеть на этой диете лучше всего конечно быть дома но если вы работаете конечно можно с собой взять еду на между что не уезжает просто россии из москвы привет что они бесподобные обычные штаны тоже для дома это супер одежда вообще я считаю что помните мне был такой серый костюм вот я купила еще такой серый и вот такие белые штаны его по причем размером больше мне очень удобно я считаю это самое важное сейчас мне нехороший живот зайка моя ты просто не видишь тогда вы даже не представляете насколько вот эти бугорки даже видно а тогда сидишь ну это выглядит мягко говоря не очень плоского там короче ничего нету проводим за свитером завтра все что не спишь то мне кажется еще ровно спать я хотела подготовить барашка который мне лежит мне потом так ли вы не представляете брони она очень жирно покажите куски жирная зато себя бегут зашивание тоже вообще там копейки стоит кстати вновь болит мне вышел этот костюм вам в тысяч 5 из 10 штанок с полторушку всего стоит он дороже ну дороже потому что будет деньгал так сейчас я думаю что она испортится она такая вкусная папа поела ежи очень жирно смотрите сколько тут жира вы видите вы не представляете к она вкусная вещь остальные какие вот а эту травку тимьян 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 нужно добавлять еще купите перепелку перепелку перепелочку совый соус вообще-то самый вкусный соус сейчас вам покажу я не могла его не купить терияки терияки страстные это который густой в нем можно курицу мариновать и потом вы ее потушите чуть-чуть поджарить это будет так вкусно также перепелки можно сделать это будет нереально кардирух пустой где вещи вещи мои где-то лежат я не забирала свои вещи поэтому я хожу покупайся новые вещи вот я просто не померила туфлими так понравились эти туфли которые были в малина фэша вот они медали магазин и я решила заказать какие же туфли такие же еще какие плодочки там очень большой выбор магазине ой стерияки да просто есть терияки разные то какая страна самая любимая россия конечно ну хоть и не знаю честно сказать почему я не хочу квартиру в россии потому что еще не определилась где хочу жить для меня уже даже москва ставим на это какой-то маленькой когда будет марафон похудение когда я буду узнать свои планы на будущее но я вам скажу где-то в течение недели когда он будет потому что я сама хочу похудеть так скоро я буду носить опрягивающее платье чуть-чуть нужно похудеть папа сказал что мне так шикарно но я так не думаю с папой мою пай понравились очень ежи я вообще очень люблю свою папочку сегодня на него немножко поругалась днем я должна вас не тратить 30 другой день потом группу пулечка любовь моя не очень хорош папа его обожаю дай я но предпочитаю кожаную обувь потому что у меня не в кожаной обуви потеют ноги и когда мне будут мозоли поэтому лучше кожаную обувь арман дома и да у него мои вещи хотела хоть какие-то поехать забрать туфли вот сколько лет папе и маме папа у меня выглядит просто шикарно и сейчас буду узнавать хочу папе сделать пересадку волос вот вот сейчас узнаю где сделать по-другому 55 на думаете мою папе сделать пересадку волос поколоть каких-нибудь витаминчиков он будет выглядеть на 40 лет выглядит он очень круто выглядит с мама видишься спала с мамой сегодня переписывались надо на днях будет увидеть с мамой теперь жалко старые вещи почти все вещи раздала перед тем как улетать и считаю что к вещам не нужно как-то я не знаю у меня есть вещи которые у меня лежат причем они стоят там дофига но не просто лежат зачем это не меня давно насчет этого другое мнение я как к вещам отношусь ровно не знаю поэтому круто когда ты можешь купить вот такой вещи ты ее оставил и ушел и пошел купил новую как-то так потому что даже ну и дорогие вещи они слишком есть которые яркие и ты к сожалению часто их не наденешь а вот в такие штаны вообще супер еще сказать я хотела шить костюмы и примерно чтобы были такие штаны и кофты это удобно это прикольно и я считаю что смотрится супер вот понимаете помните бритни спирс и вот не знаю я уважаю такие штаны со школы я мужские такие таскаю мне пофиг мне очень нравится и костюмы делать до мама живет москве месяц блока когда на ногти до ногти хочу переделать потому что я уже говорила хотя их недавно сделали не подходит под всю мою одежду так и пила все розовые у меня вся техника борг вот очень классно грин но скажу вам честно отмывать ее потом не прикольно я не знаю не читали уж на посты мне принципе не интересно что у него а вот готовить стейки прокалывать смотреть что как у меня нет дергим отношений люди просто общаются ну как бы познакомились на баре просто общаемся нет отношений так есть мне баранина на ночь или нет вчера сетки на велосем такая пуша было смотрите какие минусы готовишь баранина запах квартире это большой минус драешь стоишь эту грильницы но реально вам сказать честно но я была минут 30 и и потому что этот жир у нас столько впитываться баранина вот так много я перемывала на 1 5 или 6 до какая баранина не просто но она такая классная блин она просто нереально я ни с кем не общаюсь готовь фольги баранина фольги нет на гриль клади фольгу я посмотрю у меня есть фольга я думаю что навряд ли фольгой не закупались скушу что-нибудь легкая нет легкая не хочу не то фольги штаники белые мужские штаники вообще-то женские просто я покупаю на размер больше надо я тоже хочу кушать очень классно почему ты переехала я это глупый вопрос наверное я вообще не собиралась возвращаться москву и снимать квартиру потому что я так там все лето я мне кажется все путешествовала мне смысла не было вот поэтому я принципе не знала свои планы я думала что я останусь жить на бали до апреля точно так получилось что мне пришлось вернуться как пережить расставание просто же дальше еще все нет у меня не бумаги не фольги квартира новой девочки а фольги не подумала нет еще не успели встретиться с арманом как похудеть после родов ну я где-то полгода худела но я весила так сейчас после родов поэтому я не думаю что мне что катастрофическое было мне есть своя квартира в моем городе а свою квартиру где я не знаю хочу потому что я не знаю где еще хочу жить пока я вернулась в москву и понимаю что в москве не чуть не очень хочется если помогаешь малоимущим ну я помогаю людям да но я не считаю что если немало имущие есть люди которые просто оказываются в трудной ситуации например пушистые стали до встали привет привет сейчас я нарядку возьму я смотрю классную передачу почти же все серии посмотрела с ребятами стендапа а мне сегодня одна девушка написала какая у вас прекрасная ванна а если не секрет в каком районе такая ванна или такая квартира такой вопрос чё за узнавание где я живу где-то доживу ребят а я когда-нибудь говорила что сколько стоит аренда номер отель мой по моему нет эти вопросы не ко мне это вам к другим людям которые любят рассказывать плюс еще приукрашивать не мое это так все таки я приготовлю буду еще собчак как тебе что будет дальше до передача чтобы дальше очень крутая да скажите мне так понравилось очень ну вы сравнили я не знаю там 15 тысяч рублей если бы думать я была вышла искал что моя шуба нам стоит 300 тысяч или 500 тысяч то конечно нет я же не рассказываю сколько стоит ну такие вещи как часы никогда не рассказываю из приемлемые цены ну да скольки денег до скольки приемлемая цена но не знаю ну как даже про фен стоит он я сказал около 40 но я не знаю сколько он стоит это фен есть вещи которые не стоит говорить я считаю 15 тысяч ну как бы ну это для москвы не были небольшие деньги как можно отметить круто 30 лет недорого мне кажется 30 лет надо отметить я не знаю что вы любите но я бы отметила его в кругу самых близких если у вас это надеюсь немного человек потому что сам близких только не бывает если вам так хочется либо куда-нибудь она поехала рецептик с баранины нет никого рецепта на самом деле просто мою баранину кладем ее на грим режем эту травку в конце все солим перчим и получаться нереально баранина жирная до тошноты потому что не хочу себе машину не хочешь не ты не хочу машину не отправить что меня возят считаю что как так как центре иногда и заняты парковки что ты можешь подъехать и не найти место где поставить свою машину вот что очень неплохо когда есть либо водитель ну либо ты ездишь на такси это по моему прекрасно спасибо кофта завтра все идите в hd дешево сердито очень мило говорит будто из 90 до такая с американского фильма здравствуйте сейчас мы будем готовить с вами совсем белые волосы было бы вообще классно я поставила вас на зарядку это травка реально очень круто люблю курить ну да и красивая всего там не знаю тысячи полторы пара садил потом уж выкинуть где покупала блин не вижу покупал эти штаны воюзе говорили тоже в айчдэме тоже не где-то примерно столько же стоит я только что девочки уже про эту кофту ты еще рассказали посмотрите прямой эфир сначала пашки сделай зеленый чай и будут бэнч как твои дела покрась вруссами покрась вруссами не покрась белый прям в длинные волосы и высо будет смываться сильно поэтому не получится ну что ребят придется мной свой я еще не разобралась к пользоваться завтра буду вы чедев ской я посчитала свою жизнь стран ну не знаю но и на больше десяти я не считала сколько если честно как вы думаете стоит проколоть или нет я туда сказать ее перевели и люблю поставим 230 градусов что простыла да я сегодня спала кстати с открытым окном вот потому что нас очень душно где больше понравилось для меня лучше вместо чем вами нет я понимаю что боли это вообще моя любовь и я бы тогда же хотела жить ну я думаю что я смогла бы там жить что это мое место однозначно шикарно и пока мы порежем плоско сделать так сейчас я немножко опустим вот так давай очень при исключить филе под глазами я иду завтра убирать завтра завтра я иду к врачу ты тоже рассказывал прямом эфире вначале режем эту травку специи в конце как и соль в конце обязательно куплю перепелку сделать перепелку вам покажу что это будет нереально перепелку сделать в целом соусе домашние животных не конечно нет потому что какие домашние животные когда я не бываю дома часто убежали летом домашние животные не понимаю люди которые ставят постоянно если честно в гостиницах специально придумали какие-то для животных но все таки не знаю часть вашей семьи мне кажется я понимаю там один раз когда давали где-то обстоятельства но один раз уставить но не оставлять на постоянке летать мне непонятно поэтому нужно думать нет я прошла и смотрю дом 2 вообще хотелось как-то не пошел на боли в первый раз определила все таки вообще на вилле по вами нужно ехать своими людьми однозначно и раз мы ездили мне не так понравилось поле с кем-то отдыхаешь надо знать места первый раз мне не понравилось боли ну так боли боли второй раз конечно я была с ребятами а потом боли вообще она бывает разно понимаете начиная от кустовки до играл уже до таких маршрутов до такого релакс отдыха или что-то более глубокое я слышал хочу бы поехать на неделю две недели наверное будет я пожелала там нет моря но там как будто все преобладает знаете чем-то реально цветы мне обычно фарш же стоит добавками отрубаем лучше там не делать много русских да нет с вами пошла скажите как худеть я уже говорила про свою диету которую вы будете делать марафон вот посмотрите как это красиво выглядит в принципе я люблю честно скажу скрою я говорила что то и лучше вы меня видите не слышите то и лучше пока мне не показали поле другой поэтому я вернулась на бали и в принципе если я буду ездить на букет и друзья ну на неделю максимум но может не на 10 все остальное время хочу жить на бали да как прибавить щекам без понятия с помощью косметолога возможно это или нет извините блин у меня придется включить я не хочу чтобы меня поняла вот поэтому это вам нужно найти косметолога наверно у него узнавать я вообще люблю знать что это соль крупная и она остается это очень круто не так вот я люблю чтобы ну ну это значит что это не так вот я люблю я вообще-то я люблю чтобы Ну это надо было вообще на секунду ставить. Шикарная. Про свитер мы разговаривали в начале эфира. Ох, Боже мой. Вы видите, что это за вкусное? Лиза, не будь я обучить. Так, я сейчас еще здесь посолю и украшу. Эту красоту. Да, какому теперь Лиза это все? Но этот кусочек выглядит не очень так тогда. А вот так это выглядит шикарно. Кто любит баранину? Я не добавила свою травку. Пока с вами заговорилась, блин, добавлять ее теперь или нет. Сталый вид лица, ну вот тогда просто сходите и подтяните. Нет, я добавлю свою травку, я без нее не могу. Это обязательно, обязательно нужно сделать. Ничего, пускай будет. Девчонки, кто на диете, выходите с эфира. Слюни текут. До встречи, до встречи, моя хорошая, до встречи. Крутая штука, очень крутая. Баранина воняет. Ну, мне она пахнет. Есть люди, которые не любят баранину. Для них она воняет, для меня нет. Вы просто не писарочковый запах. Вы просто не представляете, какой сейчас запах. О, боги. Подтянуть, я когда сильно похудела. Да, у меня тоже лицо немножко опустилось. По-моему, эти нити надо вставить. Или филлер. Я не помню, честно сказать, филлер, филлер, филлером. Филлер как-то поднимает. Почему даже скучать по части. Мне вообще все равно на него. Мне все равно, я с ним поздороваюсь. Я нормально отношусь к своим высшим, ко всем отношусь ровно. Все, хватит. А теперь мы эту красоту кладем сюда. Оп-оп-оп. Божечки. А как этот жир? Какой вкусный жир, если вы знали. Вольняет как. Просто мизец. Так. Как еще к нему относиться? Не знаю, как расспрашивать. Последний пост. Господи, мужи мой. Я не знаю, кому там посвящено, что. Я не читала посты, но мне вообще, как бы, странно, когда люди говорят, ну, я больше, это про своих. Я могу вспоминать своих друзей, даже больше своих подруг. Ну, только добрыми словами. Только добрыми словами. Потому что, не знаю, в постынате все самое хорошее, нет? Так же, когда вы расстаетесь со своим мужчиной. Почему-то в голову и воспоминания только хорошие, а не плохие. Я еще, знаете, как готовлю. Костяный повар. Мне надо так вот все покидать, раскидать, а потом все это мыться. Я за эти дни, что три дня дома, я столько раз, чтобы их не было узнать. После домойку просыпалась одну тарелку, две тарелки, как бы, не очень. Я же не готовила до этого дома, а тут я напишла до этого дома. Ну, я не хотела бы купить, на самом деле, дома, но дома, слушай, я не привыкла вообще столько сидеть дома. Для меня я сижу дома, чтобы понимать. Смотря на то, что я постоянно выходила в этот магазин и так далее, для меня это не дело, не ничего. Здравствуйте, не слышите. А, ну. Кофе какой я сегодня сделала четко. Обалденно. Эти сливки, девчонки, покупите такие сливки. Я вам говорю, что на них готовить, они такие вкусные, кокосово, они со вкусом еще кокоса. Их просто можно ребенку давать, даже ложечку кушать. Тем более, особенно у кого непереносимость лактозы. Эти сливки волшебные. Поверьте мне на слово. Некоторые не кушают, у тебя второй аккаунт есть. Но я выкладывала, мне кажется, можно посмотреть все вот такие-то, что у меня есть второй аккаунт. А вот сосиски сегодня мне не зашли. Какие сливки? Я показывала на втором аккаунте сливки и вообще все показываю, сторисы, все на втором аккаунте у меня. А тут не работает. Я хочу, у меня есть манго, я завтра хочу утром все сделать десерт. Манго и сливки. И туда добавить малины, немножечко меда. Я вообще кушаю завтрак, а сейчас малина, голубика и мед у меня с орехами. Это что-то. Каперсы вкусные. Я обожаю каперсы. Да, каперсы это вообще моя любовь. Эти большие, да. У меня сейчас маленькие. Но это огромная бомба. Каперсы. Это не оливки, это каперсы. Лишь большие. Сейчас вам покажу маленькие. Я же у кого-нибудь. Чехо, вот я купила капулачку вина, чтобы для сна. Для того, что у меня режим. Немножко. Поминялся, так у меня акклиматизация. А вот малюсики. Видите, пене маленькие. Здесь большие, здесь маленькие. Я люблю те, те. Очень вкусные. Я боже. И пить эту. Так, сейчас я даю. Мне не хочется есть в эфире. Но она такая вкусная, понимаете. Она прям... Вот, она прям... Боже. Божественная. Салат. Солянка. Чтобы тоже не съесть за компанию. Нельзя. А мне все можно. Потому что и духовно зарядка стоит. Ставьте плюс, кто ест этот жир. Мало его кто ест. Прям этот жир. Видите? Вот я его весь съем. Кто ест жир, вы знаете, я фанат жира. Просто. О, боже. Так. Молодцы. И запил водичкой скаперся. Супер. Плюсики. Девчонки, ну пока не надеете, можно есть. Мясо нужно кушать горячим или теплым. Если я сейчас его не буду есть, тогда мне надо выйти с эфира. Минск, привет. Возьму хлеб. Не знаю. Я кушаю только утром. Я обожаю баранину, но не столько можно не есть. Я могу не есть свинину, спокойно к ней. Но мне нравятся ребрышки свиные с жиром. Особенно после какой-нибудь гулянкин. Не хочется даже что-то. Да. Почитайте, жир полезен. Это. Краснодарная связи. Как ты быстро все съела? Здесь не особо. Я вам скажу много чего есть. Смотрите. Из этого кусочка мясо находится, чтобы понимали, вот только здесь. Это все мясо. Ну, я не думаю, что это много. Все остальное, это просто жир, который я съем. Оно воняет. Ну, вам воняет. Кому-то и свинина воняет. Кому-то и говорите, оно воняет. Смотрите, мне кажется, мясо вообще не особо полезное. Я жила без мяса нормально? Бурнал, блин. Там есть нечего, блин. Ну, почему жиром? Знаете, вы наедаетесь? Пусаки же. Ммм. Жирная Лиза ест жирный кусок. У меня жир спечет. Я не знаю, в чем полезен бараний жир. Я знаю, что маленькую ложку можно есть свиного жира. Но вот как раз сейчас такой жир будет. Знаете, как сало? Такое у меня дедушка ест с утра обязательно какой-то жир. Но, по-моему, это свиной. Вот ложечку. Вообще, знаю, что полезный жир, ну, рыбий жир омега-3 полезный. Но это содержится еще в авокадо. Насчет такого жира бараниного я не знаю. Поэтому сказать ничего не могу. Если я съем еще кусок жира, у меня страшнее. Да, молокадо тоже омега-3. Но вот этот кусок жира пойдет на сорву. Однозначно. А теперь мне драть эту грильницу, которая сейчас остынет сначала. Сейчас вам покажу, сколько жира. Руки-то, по-моему, которые надо будет муглить 10 раз. Надо запивать молоком. Правда, у меня есть молоко. Какое? Кокосово. Кстати, молоко тоже вкусное. Оно тоже как сливки. Я купила здесь вот соседки. Ребята, меня про чужие отношения не спрашивали. У меня что-то ора, я там-то с Ири спрашиваю. Боша, я не буду ничего говорить. Это вообще меня не касается. Я никогда ничего не рассказывала, а тут и заводит и расскажет. Нет? Вы должны спрашивать у тех персонажей, которых вы интересуетесь. Я могу вам рассказывать только про себя. И что-то, что могу. Это как бы странно было бы. А сейчас я буду... Нет, я не живу с сестрой и не собираюсь жить у меня. О, надо просто сразу его мыть. Не так много, просто он еще не застыл. Смотрите на него. А вот когда он застынет, это будет отмыть нереально. Это я вам честно скажу. Молоко. Да я ни с кем не мирилась. Зачем ни с кем-то мириться? Мне кажется, мерятся люди те, которые нуждаются друг к другу. Скучают друг по другу. Но я ни с кем не скучаю. Вот. Иногда даже люди, знаете, расстаются для того, чтобы понять, нужны они друг к другу или нет. Ну... У меня нет потребности общаться с кем-то. Вот так. Вот так. И шинтуки, привет! Я не знаю, кто там что говорит. Мне вот неинтересно. Почему про меня вообще кто-то что-то говорит? Почему... Спросите меня лучше, почему ты никогда ни про кого не говоришь? Я вам отвечу. Мы не ругались за зону. Я сказала человеку свое мнение. И все. Это очень глупо говорить. Это потом она что-то там рассказывала про ее ляжки. Я просто пример человеку привела. Никто ее не обижал. Она хотела, я же говорила уже, сделать и по сакцию ляжки. Но я не орала об этом на всю... На весь свой инстаграм. Зачем это делать, если мы общаемся, в принципе. Сайт-пост про меня, но и меня не отметить. Вообще мне не сказать об этом посте, мне скинули мои друзья. Типа, что она как бы... Типа, какая у меня классная задница, и что она там что-то думает. Все. Я просто ответила, что ну как бы могла бы меня отметить хотя бы, если меня. Я же про тебя не пишу. Что бы ты вообще тоже хотел как бы сделать такую операцию. И откачать жирку твоих ног. Вот. И все. Потому что так оно и есть. Потом говорит, когда начинаете писать, что она про меня говорит, что я вставала на колени. Как было прощение? У нее интересно, за что я должна прости прощение? Можно узнать. Вообще, почему они там обсуждают меня и так далее. Мне не интересно. Я живу своей жизнью. Я для себя решение приняла и все. Мне кажется, самое главное. Девочки. Надо фартук еще напялить. Да, очень. Вот, представляете, я ее помыла. Ее надо еще мыть, если приглядеться. Здесь жир остается. Посмотрите, видите? Ее нужно постоянно. Вот вы правильно написали. Это глупо. Но я просто не хотела общаться с человеком. Все. Мне кажется, это нормально, когда ты не хочешь просто общаться с человеком. Девочки, мне неинтересно, честно, кто там с кем общается. Я у нас и с мэрией общались, а у кого остались общие друзья. Я к мэрии прекрасно отношусь. У нас к мэрии и с Машей была разная дружба, это несравнимо. К Машей я тоже нормально отношусь, к ее маме. Ну, как бы, ну, это другие, другуюся всем общение. Так, привет из Германии. Я не буду обсуждать Машу с вами. Мне неинтересно, мне что делать нечего. Я говорю вам, если они обсуждают, пускай обсуждают. А мне неинтересно. Так. Я просто хочу, чтобы... А вы, чтобы поняли, это я, по-моему, в второй раз, теперь мы будем мыть третий раз. Изначально. Что значит изначально? Люди общаются, они хотят общаться друг с другом, но им нравится общаться друг с другом. Потом люди понимают, что они друг с другом, смыслом общаться. Смыслом общаться, если люди вообще по-разному смотрят на этот мир. Просто с того, что мы были на проекте общаться, ну, это смешно и глупо. Видится пару раз, ну, тоже. Знаете, просто есть такие ситуации, когда... Ну, я считаю, что люди, там, в серии, знаешь, тебе плохо, я приеду по маму после операции. Ну, и теряются, бухают там с другими людьми. Ну, тоже странно. Все-таки мелочи смотришь и думаешь... Лиза. Ты не загоняешься за возрастом? Какой у меня возраст, что я должна загоняться за свой возраст? Как интересно, я молодая девушка. И загоняться из-за возраста в моем возрасте, мне кажется, это глупо и ненормально. Может, потому что я выгляжу как бы хорошо? Вот. И... Ну, как бы... Не знаю. Я выгляжу лучше, чем многие свои кровесницы. Вот. Может, поэтому я не загоняюсь, конечно же. Ну, и понимаю, глядя на своих родителей, что буду выглядеть еще долго, молодо. И прекрасно. Да, срок удостей есть у всех. Ребят, ну... Есть в жизни ситуации, на которые ты сначала не обращаешь внимания, а потом немножко умеешь, начинаешь обращать внимание, и ты просто уходи красиво и живи счастливы. Весь вещи, которые я, например, не... Вообще просто есть люди, которые вам не нужны, и все, в чем разговаривать. Кофти. Нет, я выходила, мне вещи привозили. Мои кроссовки привозили. Я выходила на улицу, поэтому я оделась. А сейчас я открыла окно, чтобы не пахло бараниной дома. Ребят, ну это очень тяжело, я вам так скажу. На самом деле можно четвертый. Я хочу, чтобы не сладенькое теперь, после такого жирненького, понимаете? Я мою гриль, еще ее не помыла, сейчас закончится эфир. Я даже поговорить нормально не могу, потому что я вся... Ну так скажем, но вряд ли я буду баранину готовить по праздникам. Точно не буду готовить ее. Нет, я не москвичка, я родилась в Туапсе. Мне было пять лет, когда мы переехали в Москву. Так. Капец, значит, жоп. Я готовлюсь к диете. У вас такого нет, что когда вы готовите, что скоро сядете на диету, можно жрать все, что хочешь. И в каких хочешь количествах. Да, я люблю сладенькое. Не всегда, конечно, но вообще я люблю сладкое. Вот так было. Держи. Держи. Кактусы. Нет. Хотела бы еще динамит, да. Сейчас я перейду к девочке, а то у меня сейчас выйдет. Продолжение следует. От gaze. Нет. Нет.